Ребята, мне вот это платье нравится, очень красивое. А тебе на вот эти сумочки? Сумочки, да. Да они такие маленькие. Это для детей, наверное. Столько танцевать, я решила. Для детей там... Купил вам. Как так там терра. Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Мои прекрасные модницы, мои прекрасные модники. Я сама не заметила, как подборка того, что я сняла вчера. Вчера у нас был праздник, 1 июня. Это подборка, которая посвящена летним платьям. Вот как-то так получилось и сложилось. Возможно, так же. И потому, внимание, это по поводу того, что нам предлагают носить. Это, возможно, так же потому случилось, что очень много платьев на витринах. Потому что, да, ты обращаешь внимание на то, на что обращают твое внимание. Огромное количество вот таких платьев санаторных. Я не знаю, мне так понравилось это выражение, потому что оно, с одной стороны, не очень красиво характеризует платье подобного плана. Широкое, комфортное, из хлопковой ткани, легкой. Но, с другой стороны, оно очень хорошо отражает суть. Посмотрите, какая красивая блузка. Это магазин среднего сегмента. Здесь намешаны разные марки. Но я совершенно точно знаю, что 80%, может быть, даже больше того, что я вам показала, это вещи китайского производства. Какие брать? Цветные или золотые? Все. Так, ребята, когда вы будете зарабатывать денежки, по магазинам я буду ходить с вами. Габри, в особенности с тобой. Ты всегда мне говоришь, бери все. Мама, думаю, я тебе могу дать мои деньги. Спасибо, Габри, большое. Мне очень приятно. Смотри, 4 евро. Спасибо, Габри. 4 евро хватит на какой-нибудь красивый браслет. Спасибо. Но ты мне уже подарил один, помнишь? Даже два там было в наборе. Могу еще дать? Спасибо, Габри. Мама, посняла меня. Конечно, тебя засняла. Мама, могу походить. Ну да, пойдемте пиццу кушать, ребята, и там посмотрим, что мы тут наснимали. Мама, сейчас я не буду ходить. Пойдем. О, мы тебе нравимся. Очень красивый, голубой, правда? Да. Ребята, вам нравятся тапочки с носками? Да. И вот здесь вот рядышком сесть. Оставляю своих мальчишек я в ресторане. Они плотно обедают. Я пообедала быстро и пошла снимать. Но прохожу мимо магазина. Мне кажется, Pull&Bear. Я вообще не знаю, как произносятся правильно. И это магазин, в который я первый раз в жизни зашла. Потому что я увидела на витрине, точнее через витрину. Это платье не было выставлено на манекен. Оно висело на вешалке. Через витрину я его через стекло увидела. И оно мне понравилось. Я решила вам его показать. Потому что мне кажется, кстати, белая футболка очень хорошего качества. Аккуратно сделана. Тоже мне понравилось. Я решила вам показать это белое платье. Точнее, это лавандовое платье. Увидела еще белое платье. Потому что оно мне понравилось фасоном. Когда я взяла в руки оба этих платья, я поняла, что они действительно очень хорошо сделаны. Очень много вот таких вещей хлопковых в этом магазине. Очень много хороших блуз. И меня поразило, что оба платья, которые я в итоге понесла в примерочную, имели подклад. Были очень аккуратно сделаны. И были сделаны из такого плотного хлопка. Видите, я как всегда прикладываю, прикладываю. Но эти платья были достойны того, чтобы отнести и в примерочную. Хотела я вам показать разницу в рукаве. Вот как он должен быть скроен вот таким широким образом. Реглан лучше, чем, допустим, вариант рукава на лавандовом платье. Вот белое платье скроено более удачно для такого городского варианта. И я думаю, что очень многим эти платья могут понравиться. Поэтому я сейчас обращаю внимание на платья подобного плана. Длинные, кстати, вот такие летние сапоги в этом же магазине я нашла. И на подобные платья короткие. И мне очень понравилась белая обувь. Я не помню сейчас, сколько стоит. Возможно, я этикетку сейчас покажу. Но качественно сделана. По поводу, опять же, белой обуви. Вы знаете, она должна быть просто белой. В ней не должно быть какой-то красоты. Возможно, если вы первый раз себе такую обувь выбираете, вы наденете ее и подумаете, это ужасно. Но суть этой обуви только в ее цвете. И мне понравились, кстати, вот такие губчатые носки. Супер модники и модницы, присмотритесь, вот с оранжевой полосой и с зеленой полосой. Это то, что мы будем носить в более холодный период. А вот такие подследники, если я не ошибаюсь, называются они. Мы носим здесь, в Италии, чтобы имитировать басую ногу в обуви. То есть в макосины подобные носочки надеваются. В балетки очень часто. И мужчины, и женщины их носят. У Егора и у моего мужа они есть. Я показываю здесь, что имеется подклад. И повторюсь, когда я это платье примерила, уже многие видели и это платье, и примерку в видео про люкс и не люкс. Я могу сказать, что оно меня поразило до глубины души. Оно очень аккуратно сделано. Оно из очень плотного материала. Оно подходит для города, потому что, повторюсь, оно не полупрозрачное. Нет ощущения марлечки, как у меня сложилось ощущение, когда я просто в руки взяла платье в заре. Подобного же плана. Более того, насколько я поняла этот концерн, точнее, эти две марки Zara и Pool & что-то там принадлежат одному владельцу, Индетексу. Хотя я, опять же, не очень в этом всем разбираюсь. Могу ошибаться. Но могу сказать, что в H&M меня поразили вещи своим неплохим качеством. И вот этот другой магазин, где цены примерно такие же, как в Zara, возможно, чуть-чуть ниже меня поразили. Потому что, помимо этих платьев, я сейчас вам покажу другие вещи. Мне очень понравились аксессуары. Я нашла там мужские цепи, которые может и мужчина, и женщина использовать на шлевке крепя. На самом деле, мне очень нравится. И на итальянских витринах я видела подобные цепи. Помните, всегда вам показываю. Более того, я обращаю внимание, итальянские мужчины их носят. И многие стритстайлеры в Венеции согласились мне попозировать. Но видео из Венеции еще не смонтировано. И вот банданы, которые носятся не на голову, они носятся как шейные, вот как называется марка Pull&Bear, которые носятся как шейные платки. Они могут быть сделаны из хлопка, они могут быть сделаны из шелка, либо из имитации шелка. Мне очень нравятся такие мужские браслеты. Мой муж сегодня, кстати, в первый раз надел браслет, а он у него был, и он его надел. И мне очень нравятся такие платки. Я их показывала в H&M, они неплохо сделаны, но здесь они сделаны лучше, потому что здесь так называемая лазерная обрезка ткани. То есть она не обшивается, но она и не крошится. И вот таким образом в качестве браслета можно носить, то есть надевать эту резинку не только на волосы, она предусмотрена для волос, а вот таким образом носить как браслет. Обычно таким образом носят твили от Hermes, но я могу сказать, что твили от Hermes неудобно носить. Развязывается шелка, а вот когда резинка-браслет и плюс вот такие кончики, это смотрится мега-супер стильно, как я люблю говорить. Огромное количество выбора расцветок мне понравилось. Я себе подобное куплю, но, конечно же, на скидочках. Я же без скидочки-то не могу 5 евро выложить. Мне нужно, чтобы со скидкой. Те же самые 5 евро, но со скидкой в 50% меня устроят. Но здесь исходная цена 5,95, если я не ошибаюсь, со скидкой в полпроцента, точнее в 50% за полцены я вот, например, такую расцветку возьму. Посмотрите, как красиво смотрится. На мой взгляд, очень красиво. Как вы считаете, дорогие зрители, купила ли я себе одно из платьев, которые мне так понравились, либо оба забрала, либо оба оставила в магазине? Мне очень понравились в мужском отделе толстовки. Внимание, кто ищет себе, как когда-то искала я, белые худи без надписи практически, очень хорошего качества. В руках просто приятно держать, не хотелось отпускать. И посмотрите, как качественно был сделан капюшон. Повторюсь, это мужской отдел. Подобные худи, я за ними вернусь на скидках, обязательно куплю себе. Куплю Егора, посмотрите, какой ровный шов. Потрясающе сделанный. И вот вам, пожалуйста, наглядный пример того, что висит в женском отделе. Те же самые беленькие, ментоловые, розовые. Посмотрите, какой капюшон. Вот на самом деле ощущение даже на камеру, что это какая-то тряпочка. То есть они не плотные, они не такие, как мужские. Я не знаю, почему. Мужчинам предлагается товар лучшего качества, возможно, потому что, внимание, дорогие модницы, они более скурпулезны в выборе. Им так просто не продашь то, что не очень. И действительно, в мужских отделах есть чем поживиться даже нам, модницам. Ну что ж, дорогие зрители, на этом с вами прощаюсь. Покажу вам перчатки, которые стоят 80 евро. Проидентичные я покупаю за 35 на рынке. И отправляемся мы куда? Вон там дальше. Видите, где полиция стоит? А что там? Ой, нет, по-моему, убрали. Они сложили. Ладно, пойдемте посмотрим. Да, мы пришли посмотреть на продолжение истории с пчелами. Конечно, приду, не волнуйтесь. И, как вы видите, уже зонтик, где они нашли себе местечко для улей, закрыт. Я сейчас подойду поближе, рискую своей жизнью. Мой журналистский интерес проснулся. Вот таким образом их каким-то сместили. Все это наблюдалось, собралось много зрителей. Это действительно было интересно. А когда мы уже возвращались к машине, мы встретили прекрасную стрекозу. Она очень красивая. И посмотрите, какая-то интересная демонстрация того, как камера может отражать красоту снимаемого объекта, предмета, либо человека, либо животного. Посмотрите, какой красивый цвет. Очень красивый. И потом, на последних кадрах, обратите внимание, как эта же стрекоза смотрится, снятая против солнца. Я же на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Эй, стрекоза. Эй, друг. Друг. Кстати, она красивая. Смотрите, какая через камеру увеличивает. Да. Грация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...